Недух Что такое недух? Это когда какое-то недомогание. Какое где может быть опять же недомогание? В области головы, сильно много дурной перегрузились. И все, голова начинает болеть, вы плохо соображаете, все. Хотя тело не устало. И вы что, пошли, взяли какую-то ракетку теннисную погоняли, мячик взяли или включили музыку и танцевали? Да, все и есть, просто вот здесь недомогание. Вот тело устало, перегрузилось. Вы нормально соображаете, все, эмоции все в порядке. Ну, надо дать отдохнуть. Вот если недух удерживать очень хорошо, ну, без какой-то определенной точки невозврата, оно превращается в хворь. А хворь, это когда уже идет этот недух, становится хроническим, да, становится хроническим. Не уходит до конца. То есть вы полностью не излечиваетесь, ну, не излечиваетесь. То есть не наступает устойчивого выздоровления. И человек все время находится в выборе между плохо и очень плохо. А вот хорошо, может, не получается. И вот так вот, хуже и хуже. Вот он раз что-то поделал, стало лучше, просто стало лучше, но не хорошо. Потому что когда хорошо, лучше уже быть не может. А потом опять. И вот, ну, часто такое встречаешь. И вот обычно такие люди, которые вот так видят этот мир, они живут на алтогресах, на всяких лекарствах. И вот это помогает. Помогает, понимаете. Хотя сам в причинах не разбирается и эти причины не устраняет. Вот. А рана, то, что я хотел сказать, ну, вот называю рана, это когда уже нарушаются ткани костные, мышечные, ткани какого-то органа. Какой орган может страдать? Вот у нас есть, например, три основных ритма. Это ритм дыхания, ритм сердцебиения и ритм действия. Ну, не важно, вы идете или что-то делаете, но в любом случае идите в каком-то ритме. Вы делаете это в каком-то ритме, вы дышите в соответствующем виде, и у вас сердце бьется в каком-то ритме. На Востоке есть такая вот центральная ось, которая определяет вот наличие силы. Эмоции, связанные с сознанием, сознание с дыханием, дыхание с силой. И если вы не можете повлиять на эмоции, вы выложите на сознание, каким образом решаете проблему. Если вы не можете повлиять на сознание происходящее, вы влияете на дыхание. Вот человек начинает выходить из себя, и с этим ничего не может подъездить, не контролирует. Дыши ровно, дыши глубоко, да? Он начинает. И вот он изменяет ритм дыхания, автоматически изменяется ритм сердцебиения, изменяется ритм действия. И это уже влияет на обладание силой. А сила – это здоровье. Хорошо. А если кто-то в школе закрывать, вы говорили, что физическими упражнениями с этим можно справиться, именно когда он есть? Физические упражнения – это борьба с плесенью. А вот понимание причин и осознание причин, и перепрограммирование, то есть переустановка ценностей – вот это борьба с сыростью. Поэтому нужно и то, и другое. Но борьба с плесенью не устранит сырость. Поэтому одними упражнениями вы не справитесь. Часто случаются у человека проблемы с позвоночником, он приходит и говорит – покупайте доску Эрмидова, делайте упражнения. Вот ему временно помогает, да, опять ли. Почему? А соматика…